Перерыв закончен. Баскетбол вернулся. Нижний Новгород после длительного отдыха, хотя отдыхом его назвать нельзя, игроки пытались набрать форму после карантина, отправился на паркет в Нур-Султан на матч с Астаной. Команда Зорана Лукича перед игрой имела неплохую статистику в единой лиге ВТБ. Четыре матча, три победы и одно поражение. В Казахстане нижегородцы собирались ее улучшить. Главный тренер НН в стартовой пятерке выпускает только российских игроков. Бабурин, Стребков, Остапкович, Торопов и Камолов. Помимо того, что пятерка полностью с отечественными паспортами, так еще и на данный момент это самое сильное сочетание игроков для Нижнего. Что они и доказывают, Астана не успеет накрывать игроков НН и часто фалит. В первой четверти Нижний сильнее 20-15, во второй 41-35. Игроки Зорана Лукича уверенно и спокойно наращивают свое преимущество, строго играют в защите. В третьей и четвертой нижегородцы вовсе убегают в отрыв на плюс 19. В концовке, правда, подсели. Видно, что сил все равно не хватает еще на полный матч. Это и отмечает после матча главный тренер. Тем не менее, Нижний после возвращения на паркет побеждает Астану у нее дома. 79-69. В первую очередь хочу поздравить свой коллектив. Некачественная игра, но это ожиданно. Без игровой практики с проблемами, как игрокам, в смысле лечения и восстановления и возможности тренироваться. Я думаю, что мы отработали. И ту нашу задумку, которую мы хотели здесь у Астани, то есть у Нур-Султана использовать. Мы же это сделали. Еще раз некрасивая игра, но, знаете, как победы не надо смотреть в зубы. Продолжаем мы дальше. И знали, что мы тоже это важно. Это нашим суперникам Астани. Но я думаю, что мы полностью заслуженно выиграли эту игру. В этом матче Нижний не только поправил свою статистику в таблице, но еще и перешагнул историческую отметку. 20 тысяч очков в единой лиге ВТБ. Здесь стоит отметить всю команду. Игроки Нижнего Новгорода переиграли соперников по большей части показателей. Лучше бросали из-за дуги 40% попаданий против 20. Лучше и больше отдавали ключевые передачи 20 против 14. 13 перехватов против 4. К тому же пять игроков НН набрали больше 10 очков. Следующий матч команда Зорона Лукича проведет 9 декабря в Венгрии. Там пройдет игра групповой стадии Лиги чемпионов ФИБО против Фалкаса Мбадхей. Начало матча в 20.00. А прямую трансляцию смотрите в эфире ННТВ. И болейте за Нижний. Артемий Катков. Время новостей.